Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Четверг, вечер и у нас очередной музыкальный праздник. Замечу, что этот час представляет мебель-парк. А вы знаете, что будет, если объединить 23 февраля и 8 марта? Будет скидка 31% на мягкую мебель в мебель-парк. Подробности на паркмеб.ру. Друзья, за мягкой мебелью только в мебель-парк метро Румянцево. Румяная Александра Хайрулиной. Добрый вечер, да. Румяный Роман Шахов. Всем хорошего вечера. Всем приветствуем, ребята. Ну и, конечно, с радостью вам сообщаем. Сегодня концертный зал имени Эльвиры Т. Эльвирочка, привет. Как это звучит? Звучит. Но уже звучит же не первый раз ты у нас уже была в концертном зале. Да, да, да. Я была, но не пела. Но не пела, да. Эльвир была еще, когда телерадиоканал был, радиостанция. Да, вы все расширяйтесь, расширяйтесь. Это было Александра 2 июня. Но уже в эфире телеканала Эльвира была с премьерой... Такси. Такси, да, клипа. Ну что, мы очень рады. Спасибо огромное. Эльвира сегодня пришла не одна. Она пришла с музыкантом, сейчас представит. Да, я пришла с моим любимым гитаристом, Ромой Ефановым, с которым мы, на самом деле, это не первый уже, мне кажется, сотый эфир. Мы везде, мы всегда за живой звук, всегда за акустику, потому что это душевно, классно, мы любим такое все. И на все каналы ходим, короче, вот в таком вот мини-маленьком составе душевном. Ну, Рома, не только твой любимый музыкант, надо заметить, он у многих любимого музыканта, мы его видим на выступлениях, на концертных площадках у других артистов. В общем, известный тоже человек. Спасибо Рома, что пришел. Лирочка, мы вообще-то сегодня даже гадали с Ромой и думали, в каком же образе ты придешь сегодня. Да, серьезно? Образ Алл Борисовны, образ Людмила Турченко, или, может быть, это будет какой-то, не знаю, даже Ирина Олегрова, да, что-то совсем непонятное. Нет, я пришла сегодня в своем образе, а вот эти вот все штуки, это какое-то вообще внезапное. Озарение, скажем. Внезапное озарение захотелось. И так давно, давай мы объясним нашим слушателям и зрителям, в Инстаграм у артистки появились коротенькие такие видеозарисовки, пародии. Ну, условно, да, которые реально родились совершенно внезапно. Но, надо сказать, что очень удачно. Спасибо. Ты справилась как актриса просто блестяще. Спасибо. И вот проекты точь-в-точь, абсолютно твоя тема, один в один, и все это, да. Ну, что нашло-то? Ладно бы весной там какие-то осенью помутнения какие-то случаются. Ничего не нашло, просто захотелось сделать какое-то гемористическое видео, мы там с другом как-то вдохновлялись, что-то хотелось, что-то смешное. И вот решили переодеваться. Планируются ли еще какие-то новые образы? Был маскарад устроить такой. На самом деле хочется, да, что-то еще снять, поэтому пишите в комменты, кого вы хотите увидеть. Но мы такие, мы решили пройтись немножко таким по-советским артистам, то есть не современным, чтобы никто не обиделся, потому что это там друзья-коллеги. А что вы думаете, Алла Борисовна может не обидеться? Нет, ну там она очень мудрая, на самом деле. Мне кажется, Аллу Борисовну столько раз пародировали, столько раз ее показывали, что... Тем более, что это не худшая пародия. Получилось прикольно, да, у меня еще такая укладка, мне не пришлось даже надевать парик, потому что у меня была укладка, у меня какие-то с ржаной волосы отдают, и поэтому получилось так, да. Прям я была похожа. Что касается советских артистов, помните, чьи песни тебе нравились, может быть, сейчас нравится с удовольствием, когда ты переслушаешь? Я не знаю, я не смогу, наверное, ответить на этот вопрос, и потому что мне не нравится. На самом деле много советских песен крутых, которым мне нравятся и тексты, потому что я вообще очень люблю тексты, именно я текстовик, и поэтому меня, конечно, очень вдохновляют многие тексты даже у той же Аллы Борисовны Пукачевой. Конечно, она работала с крутыми авторами. Леонид Мирбенев. Очень там много всяких крутых авторов, тексты которых реально вдохновляют. Потому что сейчас с текстами проблема. Ты это слышишь, да, явно? Я не знаю, как на Западе, потому что не всегда мне удается перевести какие-то песни, но в России как-то очень, мне кажется, печально с текстами. Ну вот, да, приходится. Друзья, дорогие наши слушатели и зрители, дело в том, что вот пародия на известных артистов наших, это не единственное, чем эпатировала Элира у себя в соцсетях. Она на 14 февраля, она светлый, замечательный праздник, день всех влюбленных, отчебучила. Такое, не знаю, уместно ли здесь слово отчебучило, по мне, так да. Да. Частично. Судя по тому, какое это было музыкальное произведение. В общем, была выпущена антивалентинка музыкальная, и я знаю, что Элира нам сегодня обязательно исполнит, да, чуть позже. Да, я ее спою чуть позже, да, второй песней. Она называется «Гори в аду», но на самом деле, на самом деле я человек совершенно негативный, я никому не испытываю такого большого чувства, как негатив и ненависть. Ну, это такая, скорее, стебная песня, если можно так сказать, позитивная, но как-то очень уж она полюбилась в соцсетях, и я вот смотрю, анализирую там, кто ее репостит, лайкает, девчонки, конечно, и мальчишки заценили. Мне кажется, диджей заценят. Диджей, да, 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 в клубах, конечно, под это прикольно будет потенцировать. Споем вам сегодня в акустике другой вариант, который вот мы сейчас внезапно репетировали в гримерке, не знаю, как, ну, мне кажется, прикольно, мне зашло. На концертах как воспринимают эту песню? Эту песню? Ну, я пока в нескольких городах, там, в четырех, пока я ее пела, вот, ну, для них просто она пока новая, и новые песни всегда сложнее заходят, но сейчас вот после того, как она вышла... Поддевалась ли это под эту песню специально? Нет. Что-то было в костюме, появлялась ли, может быть, какая-то деталь? Нет, ну, кстати, да, можно, кстати, эти кошки. У тебя же есть намек в инстаграме, да, фотография? Да, 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 да. Я хочу еще задать вот такой вопрос. После этих уже рассказанных пародий, которые появились в соцсетях, ты чистила карму, цитирую опять-таки нашу гостю, стильными фотографиями, после песни «Гори в аду» этой анти... Буду я чистить карму? Да, как ты будешь чистить карму? Пожалуйста, расскажи нам. Классный вопрос, оригинальный. Слушай, нет, на самом деле я буду чистить карму, я вообще переживала, что выйдет эта песня после такой душевной такси, и люди не поймут, просто это не мой сингл, это как бы совместка с диджеями, и, ну, как бы так получилось, что вот она вышла в феврале. И я реально переживала, что мои поклонники, они не поймут, что я хочу, что я мечусь между душевными песнями, между клубными песнями, что я не могу до сих пор понять, кто я, какой я хочу стиль делать. Поэтому я, на самом деле, готовлю альбом с классными песнями, как раз с Ромой, вот уже там, у нас уже на целый альбом готово очень много песен, душевных, разных, с разным настроением, с разными посылами. Мы обязательно с тобой поговорим еще о твоем новом альбоме, который, конечно, ждем с нетерпением. Да, поэтому чистить карму я буду. Хорошо. Спасибо. Давай начнем прямо сейчас. Давай прямо сейчас. Песня «Доза» можно ее почистить, как ты думаешь? Думаю, да. Ну, слово «доза», конечно, такое тоже. Музыкальная «доза» у нас в концертном зале. Эльвира Т. Концертный зал, телерадиоканал «Страна.ФМ». Шепот губы, ты мир хрупкий, Выше риски, любовь близка. Уже поздно считать звезды Реки, слезы, счастье, доза Летят поезда Самолеты плывут Мы сходим с ума Нам говорят все вокруг Летят поезда Самолеты плывут Мы сходим с ума Нам говорят все вокруг Жить так быстро, скорость низка Мысли в небо, ты там не был Запах терпкий, снимай мерки Взгляды робкий, любовь за сколько Летят поезда Самолеты плывут Мы сходим с ума Нам говорят все вокруг Нам говорят все вокруг Шепот губы, ты мир хрупкий Браво! Браво! А потом еще одну надо будет загадать Два желания, Александра Тихо, 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 тихо Теперь вы должны сказать, да будет так Романы Все такое Роман Роман? Да, да, да Все Давайте проверим Я только что обратила внимание Я загадала творческое желание Мировой тур? Нет Саша У меня реалистичные желания, которые могут сбыться Но ты же мечтаешь об этом тоже А почему ты думаешь? В мировом туре? Да Пока нет. Но в одном из интервью, я читала, что ты говорила, что ты хочешь отправиться, да. Это, наверное, журналисты сочинили. Ой-ой-ой. Да нет, ну, может быть, я как-то... Я вообще как-то о мировой славе, я не то, что о ней не мечтаю. Я как-то о ней просто не думаю, если честно. Некогда. Потому что, нет, не поэтому, потому что как-то я все-таки считаю, что мы немножечко находимся по другую сторону баррикад. Как-то вот, не знаю, как-то вот... Как раз у меня сегодня была тоже запись эфира на радио, и как раз мы тоже про это говорили, что недавно прошло, ну, Грэмми, и меня спрашивали, хочу ли я получить Грэмми. На этот вопрос я не могу сказать, что я хочу получить Грэмми, потому что... Не потому что я не умею мечтать, но я как-то в розовых очках, я как бы не живу. Вот. Ну, мы реально, мы отдельно вообще. Русская музыка, вот эта восточноевропейская музыка вообще совершенно существует отдельно, к сожалению. Из-за того, что, ну, английский международный язык, и как-то мы с этим английским международным языком как-то не особо дружим все-таки как-то. То есть артисты иногда у нас делают на английском песне, я тоже там делала что-то, не будем об этом вспоминать. Но и как-то у нас они не заходят, никому они как бы особо не интересны. Такая немножко, правда, матка. В общем, значит, получается, твое желание не касалось мирового тура никакого. Ну, на данный момент просто у меня есть более реалистичная цель стать популярной в России, действительно, там, ну, как бы с хорошими турами, с большими концертными залами, собирать стадионы. Вот что реалистично. И в то же время, на самом деле, очень сложно, потому что очень мало, на самом деле, артистов, даже успешных, которые реально могут собрать большой зал. Действительно большой зал, потому что с новым веянием вот этим интернета, когда ты можешь посмотреть любимого артиста в прямом эфире, в сторис, в инстаграме, любое его видео, вообще, ну, теряется вот этот вот шарм. Вот это вот, не знаю, иллюзия какая-то, волшебство, волшебство, да, встречи. Потому что ты видишь артиста своего любимого постоянно. Скажи, пожалуйста, на чей концерт ты бы сходила? Вот прям не то, чтобы посмотреть видео или послушать аудиозапись, а вот пошла бы на концерт, купила бы билет и стояла бы в зале. Да, я бы пошла бы на Эда Широна. Это такой вот гитарист, ой, гитарист, господи, он и гитарист, и сам пишет песни, поэт-песенник, если можно назвать, и жутко популярные в Европе, в Америке, и я бы на него сходила. И вот я не знаю, дождусь ли я его в России. Конечно, он смотрит. В данном случае. Вот мне нравится из последнего, да. Вот, вот так вот. Спасибо. И Лерочка, что, пою дальше, что ли? Вот, собственно, да, та самая супер-мега, новая премьера. ГВА, так написано вот в списке у артистки, если мы с вами посмотрим. ГВА или ГВА. Знаешь, сегодня праздник, уже четыре дня, Как мне стали неважны, неважны твои глаза. И мне сейчас прекрасно, прекраснее, чем тогда. Я в одну реку дважды, ни за что, никогда. Я пойду по местным клубам и барам. Время найти новую пару. Будем танцевать, разбивать бокалы. Я из стая клубных вандалов. Гори в аду. Гори в аду. Знаешь, сегодня праздник, ровно год назад. Мы были в этом клубе, и ты мне тогда сказал, Как же искал меня долго, погиб от моей красоты. Но твоя любовь да грубо не дожила до весны. Я пойду по местным клубам и барам. Время найти новую пару. Будем танцевать, разбивать бокалы. Я из стая клубных вандалов. Гори в аду. Гори в аду. Ну, как бы все. Смешная песня. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Друзья, но самое главное, что сегодня в концертном зале автор-исполнитель Эльвира Т. Спасибо тебе большое, Эльвира, за премьеру. Я здесь, я с вами. Спасибо. Очень рада вас видеть. Уже который раз, я даже не знаю, какой у нас с вами эфир. Мне кажется, это... Мы очень тебя рады. И я знаю, что в ближайшее время наша встреча должна состояться. Потому что из ближайших сюрпризов, читаю у тебя на страничках в соцсетях, диджейский фит. Ну вот это и есть. А, это и есть. Это он и был. Это он случился уже. Диджейский фит. Хорошо. Значит, дальше у нас в планах как раз альбом, о котором ты говоришь. Альбом я пишу. Чистка кармы, так называемая. Да, названия альбома нет. Сколько песен, не знаю. Пока пишется, просто вот все по творчеству. У тебя дебют на альбом вышел в 2013 году? Да. То есть уже 17 на дворе, ну пора, явно пора. Пора, да, пора. Песен, песен есть, песен много. Приблизительно хотя бы какие-то сроки определены выходом? Ну, на самом деле я хочу все-таки поставить какой-то дедлайн и назвать его хотя бы для того, чтобы мне потом стало стыдно его не выполнить, если что. Конец года. Я прям хочу вот осенью его выпустить. Но песен-то у тебя уже миллион написано. Как ты собираешь? Много песен. Как ты вот именно в этот альбом отбираешь? Я хочу в альбоме, я хочу не прям супер много. Под 20 песен сделаешь. Нет, 10 песен. 10 песен, потому что это самое, наверное, идеальное какое-то вот количество. Количество, да. Чтобы не перебор, чтобы люди не устали. Потому что даже поклонники все равно им нужно дозированно подавать. Альбом будет душевный, хороший, классный, взрослый. Вот хочется... Хороший альбом, правда. Взрослый, насколько могла написать девушку, которой 22 года. Взрослый, да? Ну, конечно, конечно. Вот гитару я просто... Это мой самый любимый. Не то, что... И Рома, да, я самую любимую. И Рома. Так все совпало просто, что Рома любимый инструмент. Гитара. Ну, то есть пианино. Красивый инструмент. Но он какой-то слишком эпичный. Он какой-то слишком... Какой-то слишком вот... Слишком-слишком. Он очень грустный. Гитара тоже грустный инструмент. Но он какой-то... Светлая грусть для тебя, наверное. Я не знаю. Он какой-то душевный. Вот та самая душевность, про которую я говорю. Для меня гитара это... Вот любую песню. Самую, мне кажется, дурацкую с поп-гитарой. Будет успех. Это будет классно. Сложно представить, чтобы человек сидел на пианино и играл у костерка, например, компании. Ну да, это как-то более такое, да, торжественное что-то. Сама ты на чём... Ни на чём не играю. Ни на чём не играешь. Но первый, наверное, освоишь гитару, если захочешь. Есть планы? Я просто потерял гитару на свой день рождения, да. Рома, надо как-то... Боже мой, Рома. Рома поиграл, где ты её положил. Отдай, Эльвири, гитару. Рома не знала об этом. Мне её так и не вернули, да. На свой день рождения, да, мы как-то там поиграли. Эльвир, скажи, пожалуйста, ты вот у нас когда была летом в гостях, ты в таком привет тоже очень открытом искреннем разговоре рассказывала, что пишешь песни очень много, там у тебя производительность какая-то... Чуть ли не песня в неделю. Ну, как бы, на самом деле, все авторы пишут много. Те, кто пишут, сами... Мести я далеко. Да нет, все. Просто мы как бы пишем часто же и в стол, мы напишем что-то, и потом это не выпускаем. Ну, как бы, тут это уже вопрос, ну, я не знаю, ты не можешь просто писать. Я буду писать всю жизнь, да, если они не будут выходить, я просто их буду писать. Видимо, не можешь не писать. Да, 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 просто для себя, просто мне классно от этого. Мне нравится сам процесс, вот написание песни, написание текста. А там уже, если я понимаю, что мне нравится, я показываю там в своей фокус-группе, вот, которая состоит из близких людей, показываю, если как бы нравится... Песня проходит, текст проходит. Да, 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 то я продолжаю ее делать. А бывает так сидит в куплетах, какие-то классные куплеты сидят годами. А бывают стихи, которые стихами остаются? Нет, я пишу полностью сразу. То есть я пишу и мелодию, и стихи одновременно. То есть просто стихи я не пишу. Нет, как бы это я не против, но мне нравится писать сразу вместе. Ну, то есть ты даже и не можешь там пока себе позволить такого, чтобы перед исполнением какой-то песни зачитать что-то, да? Прочитать стихворение. Да, собственно, написано. Чисто стихи вот в каком-то... Да. Нет, не пишу. Не знаю, мне кажется, это немножко... Слушайте, я обожаю стихи, я обожаю поэзию. А чьи стихи тебя вдохновляют? Расскажи немножко. Ну, разные. Хорошие. Ну, пример, Есенин. Ну, Цветаева, да, Есенин классный. Цветаева классная. Бродский классный. Да, у него классные рифмы. Вот. Вот у Бродского, кстати, рифмы вот такие. Правильные, да? Да, да, да. У нас Татя Рома тоже вас сочиняет. Да, хватит. Неплохо иногда. Я просто прикалываюсь Александру, развлекаю в эфире. Мы попросим сегодня что-нибудь, подводку. Эльвирочка, нам уже говорят, что да, режиссер Рывоха, хватит болтать, попросите, пожалуйста. Да, много еще. Очень ждем. У нас на очереди песня «Одержима». «Одержима». Старая песня, очень старая. Очень хорошая. И шесть лет. Шесть лет. Ой, разве это старая, говорят маститые артисты? Ты же смог меня приручить, всегда буду за тобой ходить. Ты же смог меня разбудить и сразу же усыпить. От центра к центру бегу за ним, других не слышу. Он мне необходим. Бегу по улицам, через светофор, зависим от тебя. Ты мой приговор на красный свет. Я к тебе спешу, бешеную страсть. Я в тебе глушу, обернись. Гляжу тебе в зле, жду, когда дашь мне зеленый свет. Ты же смог меня приручить, всегда буду за тобой ходить. Ты же смог меня разбудить и сразу же усыпить. Ты же смог меня приручить, всегда буду за тобой ходить. Ты же смог меня разбудить и сразу же ждала звонка. Ты так и не позвонил, как много лжи. Вчера наговорил, прошу тепла. Ты обещал его, и что не нужно больше. Тебе никого на людях не покажешь. Своих чувств я тоже от зависимости. Лечусь, ты изучил меня. Знаешь, наизусть, что всегда на красный свет к тебе несут. Ты же смог меня приручить, всегда буду за тобой ходить. Ты же смог меня разбудить и сразу же усыпить. Ты же смог меня приручить, всегда буду за тобой ходить. Ты же смог меня разбудить и сразу же усыпить. Страна ФМ Все к лучшему Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина И Роман Шахов И снова, дорогие друзья, мы продолжаем общаться с Эльвирой Те и слушать замечательные песни Ну вот есть, я понимаю, о чем ты говоришь, почему вот душевные, даже когда произносишь слово душевные у тебя светится по-особому глазки Да, ты вот какая-то все-таки действительно душевная. Я душевная на самом деле Я помню очень хорошо и до сих пор и часто даже в эфире мы об этом с Ромой говорим перед клипом «Такси» на твою песню, когда ты приходила к нам с премьера и ты сказала, что эта песня не модная Она не модная? Да, она говорит, это не модная Ну как же не модная, она такая хорошая То есть я это говорю просто объективно Она не модная, она не в трендах Гори в аду модная Вот как гитара, это инструмент, который никогда не выйдет из моды, потому что это классика Такси — это классика На самом деле такси — это шансон Если вот так вот разобрать, мне кажется, она замечательно будет потом когда-нибудь, надеюсь, играть на Retro FM Ну когда-нибудь То есть она вот в каком-то таком ключе То есть у нее нет возраста, как мне кажется Я не то, что там себя как-то... Ну просто вот есть такие песни, они рождаются не часто там, да? Вот из этих всех песен вот она, наверное, одна такая, у которой нет какого-то возраста, у которой нет какой-то аудитории Потому что мне пишут насчет песни Такси люди совершенно разных возрастов Мне пишут 50-летние мужчины Да, а какие признания есть, правда, в интернете Мне пишут 50-летние мужчины о том, что они вспомнили свою там любовь 20-летней давности, да? И как-то вот что-то она на что-то их побуждает, на какие-то действия Я отвечаю всем, я говорю, я всегда там отвечаю как-то послушайте свое сердце Молодец, мудрая девочка Ну я пишу вот какие-то такие вот теплые слова, может быть, пишут то, что они хотят услышать в какой-то степени Да, они рады просто тому, что ты им пишешь, а там хоть что бы ты написала Я надеюсь просто, да, что в моей как бы мем-альбоме, в моей карьере, если так можно назвать, будет больше просто песен, которые не будут иметь какую-то вот... Скажи, пожалуйста, я немножко про такси еще должна узнать Да, я хочу, во-первых, тоже, кто, может быть, не знает, сказать, что действительно у этой песни колоссальная какая-то уже судьба складывается, невероятная народная любовь Чему свидетельствует и бесконечное там количество просмотров, и заказов там в программах по заявкам Да, она даже вот... И, конечно, в исполнении, значит, ты получаешь огромное количество, ну, ребята, поют сами, высылают Каверов очень много, да, это самая, на самом деле, заказываемая песня на радио И что есть еще какие-то и хореографические постановки делаются Постоянно, я перехожу по хэштегу, поэтому, друзья, кто смотрит... Да, пожалуйста, указывайте, ну, понятно, сегодня хэштег у нас страна FM, естественно, не забываем Но у меня свой собственный хэштег ElviraT, на латинице, на русском, неважно Я все смотрю, лайкаю по мере возможности Сама все просматриваешь Ну, конечно, ну, мне же интересно То есть очень много всего, очень много вот, да, и каверов, и какие-то видеоуроки Кстати, Ром, хотела тебе показать видеоурок, как ты там играешь, я тебе потом покажу, это отдельный разговор, это очень прикольно, на самом деле Ну, скажи, что для тебя вот этот вот каждый кавер, каждый красивый номер поставленный под эту песню Это вот какая-то такая капелька-капелька, которая складывается в такую большую любовь народу Конечно, да, 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 конечно, я это чувствую Но самая такая вот большая вот эта вот эмоция складывается на концерте Когда ты можешь вообще не петь и поет весь зал вместо тебя Да, 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 да Задать продолжение. Даже если оно будет гениально, все равно все скажут, что первая часть лучше. Поэтому лучше в эту субъективную штуку не лезть, мне кажется. Поэтому нужно сделать с новыми героями новую историю. Я думаю, что да. Лучше оставить это как есть. Такую законченную или незаконченную историю. И правильно, пусть каждый сам для себя додумывает. Потому что я говорю, это неблагодарное дело делать продолжение. Потому что мы сделаем, это, естественно, все равно не оправдает ожидания. Потому что у всех, как правило, какие-то речи. Нам сейчас надо сделать продолжение. А мы делаем продолжение концерта. Да. Я не стану говорить тебе прямо. У меня внутри картины и пану. Утопает вина в чужих океанах. О, как низко я опала. Нахожу себя впросье мураками. Я немею, но твоими руками Обесцвеченное глухое пламя между нами. Рисуй меня во снах. Рисуй, где хочешь. Я узнаю, я узнаю, я узнаю Из тысячи твой почерк. Приснись хотя бы раз. Расставь все точки. По-другому, по-другому, по-другому Не бывало у нас и не будет точно. Я буду танцевать на снегу. Даже если замело. Каждый раз дежавю. И ты один на миллион. Я буду танцевать на снегу. Даже если замело. Каждый раз дежавю. И ты один на миллион. Ты непоколебимый, безмятежный. Разве ты заслужил мою нежность? Я твоих поцелуев небрежных. Не помню, не жду. Ты украл меня и мою свободу. Потерял мои пароли и коды. Разве ты услышишь эти аккорды? Немые ноты. Рисуй меня во снах. Рисуй где хочешь. Я узнаю, я узнаю, я узнаю. Из тысячи твой пучек. Приснись хотя бы раз. Расставь все точки. И по-другому, по-другому, по-другому не бывало у нас. И не будет точно. Я буду танцевать на снегу. Даже если замело. Каждый раз дежавю. И ты один на миллион. Я буду танцевать на снегу. Даже если замело. Каждый раз дежавю. И ты один. С меня хватит не кстати. Ты всю нежность утратит. Пропустила все ради него, него. С меня хватит не кстати. Ты всю нежность утратит. Пропустила все ради него, него. Я буду танцевать на снегу. Даже если замело. Каждый раз дежавю. И ты один на миллион. Я буду танцевать на снегу. Даже если замело. Каждый раз дежавю. И ты один на миллион. Ты один на миллион. Ты один на миллион. Браво. В зимнем эфире красивая зимняя песня. Ну да. Только я сегодня ехала на эфир и было так тепло, что солнце так светило, что у меня было ощущение, что лето уже. Ты к зиме как относишься? Пахнет. К зиме я вообще люблю все сезоны. Все сезоны. Какой молодец. Это правда редкий случай. Я считаю, что это классно вообще. Что мы живем в таком климатическом поясе или как это называется? Да. Правильно? Да. Молодец. В котором мы можем отсчет четыре сезона. Это же четыре разных там вида одежды. Ну то есть да. Как минимум. Это разные настроения. То есть мы же всегда вот пришла весна, у нас все типа новая жизнь. Пришла зима. То есть мы каждый раз обновляемся. Обновляемся. Ну там кто-то говорит, о, Лос-Анджелес. Или там какие там города. О, там всегда лето. Там всегда можно ходить в шортах. Ну там всегда тепло. Там всегда классно. Ну блин. Ну это же. Ну как ты. Там тоже, да? Ну да. Ну просто. Ну блин. Ну как ты можешь оценить вот это вот классное лето, если у тебя не было зимы. Если у тебя не замерзали стекла. Если ты вот это все вот не разгребал машину. Как можно вообще оценить вот каждую прелесть каждого времени года. Ну зима, конечно, я считаю, это более такое детское время года. Вот в детстве, конечно, все любят. Потому что санки, вот эти горки. Ну в Саратове тоже теплая. Масса. Теплая зима, наверное. Но я вот почему-то помню, что в детстве я в детстве была холодная. То есть все замерзло. Ты мерзла. В Саратове. Что-то глобальное потепление Александра. В Саратове достаточно теплые горки. Чуть-чуть даже вот потеплее, чем Москва. А в Саратове ты давно была? Вот еду. На днях. С концертом или ты точно едешь? Вот на днях еду. Ну правда. С концертом или? Я еду на самом деле в Пензу с концертом. И заедешь просто домой. А это прям вот там недалеко. И я решила как-то вот так это все совместить. Мама у тебя там? С мамой и с папой. Да, 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 да. Все там. Поэтому, может быть, даже они ко мне в Пензу приедут на концерты. Я говорю, может заедете, ребята. Друзья, дорогие наши пензюки. Как правильно сказать? Не могу сейчас. Жители Пензу. Я хочу Пензу пригласить. Я хочу Белгород пригласить 25 февраля. Я хочу пригласить 7 марта Екатеринбург. Поэтому вот все вот ближайшие вот эти вот выходные. Приходите. Где твоя афиша? В Инстаграме публикуешь? В ВКонтакте? График, как правило, появляется, да. Да, да, да. Я выкладываю. В социальных сетях, да? Да, да, да. В социальных сетях у меня. Следите. Сделать обращение к тем поклонникам, которые отправятся вот в названных городах на концерт Эльвира. Пожалуйста, вы как-то себя контролируете во время танцев? Я понимаю, что это сложно. Да, да, да. Я Саша тут рассказала свой секрет. Точнее, чуточку своего непрофессионализма. Почему непрофессионализма? Ну, это непрофессионализм, на самом деле. Теперь тебя колоть будут специально. Дело в том, что, вы знаете, я попросила тоже Рому Брону, ты не двигайся и не танцуй, потому что Рома очень красиво танцует, но не все это как бы могут ценить. Объективы трескаются, не слушай. Да, я уже, ребята, сказала, что могут меня смущать. Да. Да, я призналась, я скажу. Что она смеется, когда на первом ряду кто-нибудь танцует не очень правильно. Да, бывало такое, что, знаете, люди в очень трезвом состоянии как-то начинают. Ну, какие-то у них свои движения, да, они их сочиняют. Как-то так. Да, и я не могу сдержаться, я очень веселый, на самом деле, человек, несмотря на вот эти все грустные песни. Это я только в песне грустная. В жизни очень веселая. Вот. Я, я не могу, мне так весело, мне так... Я начинаю, конечно, смеяться, забывать слова. Жутко борюсь с этим, честно. Борюсь. А скажи, человек, который вот вызвал у тебя такую эмоцию, он подозревает вообще, что он стал тому виной или нет? Нет. Я говорю потом... Отойдите, пожалуйста. Нет, в конце песни я говорю, блин, вот чувак, вот ты классный, ты лучший. Ты только что сорвал мне номер, нет? Ну да, 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 ну я как-то так... Скажи, пожалуйста, Эльвира, по поводу Саратова, следишь ли ты за тем, как там рэп-музыка развивается вообще? Вот это вот... Нет, мне кажется, она... Жива ли она в Саратове? Нет, она как Эльвира уехала, а там все и застыло. Пусть никто не обижается, вот, но так и есть, да, действительно она там умерла, рэп-музыка. Дело в том, что Рома сказал про рэп, потому что Эльвира начинала именно с этого направления музыкального, да? Ну да, и у меня немножко всегда есть какой-то рэп, немножечко да, 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 и кто-то считает и такси рэпом, хотя это, как мне кажется, в куплетах даже больше какие-то стихи, просто немножко они напиваются, вот, поэтому... Не, ну рэп просто сейчас, конечно, он актуален, честно А слушаешь рэп вот так вот? Слушаю, да. Да, да. И кого? Ну наверняка же появятся и есть мысли, наверняка же есть мысли у тебя какие-то, возможно, о сотрудничестве именно, чтобы рэп появился. Хочу. Как контракт. Хочу. Хочу с Бастой. Ну, не знаю, смотрит, не смотрит, вряд ли, конечно. Но с Бастой хочу фитануть. Мы вырежем и отправим ему в этот файл, да. С Бастой хочу фитануть, да. Фитануть с Бастой хочу. Отлично. Скажи, пожалуйста, знаю, что ты восторгалась, судя по твоему инстаграму, творчеством Константина Меладзе. Да, Костю Меладзе мне очень. Кстати, Ром тоже работает с Костю Меладзе. Ты, как автор-исполнитель, поешь свои песни. Ну вот, например, если бы Меладзе тебе песню написал, исполнила бы. Написал? Написал бы. Я поняла, если бы написал. Конечно. То есть можно писать. Все. Дорогие композиторы, поэты. Тем более, что ты Ром бы сто процентов уже сыграл. Да, да, да. У нас плотная связка с Ромкой. Ну, ребята, а теперь, конечно, у нас бомбическая бомба. Такси. Вот так. Концертный зал. Страна FM. Эльвира Т. Не переживайте мою нервную систему, девочки. Такси. Прекратите. Третий бокал был лишним, точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту, хоть я и скучаю. Не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра. Я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста. Хотя я вру, нет, я бы не смогла. Мы никогда не спали по ночам. Мы всегда говорили ни о чем. И каждый день наши танцы глаза в глаза делали нам очень горячо. А может, все это ошибка наш роман. И эти песни про меня, не про меня. Я никому не скажу, как ты меня называл. И ты не говори, как я тебя. Такси туда и обратно. Я знаю, что будет завтра. Ну а пока на пороге не стой. Не хочу целоваться в парад. Взял одну ночь всю зарплату. А в голове одним маты. Сегодня ты предложил стать твоей навсегда. Только как? Непонятно. Вчерашний день был лишним, точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде. Но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близкой. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча. Прошу, звони мне, только если очень срочно. Если ты не спишь, видишь меня всюду. Так пятые сутки и все по кругу. Мои соседи очень злятся, когда ты здесь. Мы либо в этот раз тихо, либо ты можешь с телом. Хоть что делать, это не важно. Если душа сгорела, такси туда и обратно. Я знаю, что будет завтра. Ну а пока на пороге не стой, не хочу целоваться в парадной. За одну ночь всю зарплату. А в голове одни маты. Сегодня ты предложил стать твоей навсегда. Только как непонятно. Ну а пока не готова тебя я потерять. А может и никогда не буду я готова. Только от одной мысли, что я не твоя. Меня кидает в сторону. Снова и снова не приходить в твой сон. Буду рада, я не хочу сниться. Хочу быть рядом. Те цветы, что ты дарил, так и не завяли. Если наш роман игра, мы проиграли. Такси туда и обратно. Я знаю, что будет завтра. Ну а пока на пороге не стой, не хочу целоваться в парадной. За одну ночь всю зарплату. А в голове одни маты. Сегодня ты предложил стать твоей навсегда. Только как непонятно. Ой, непонятно как. Двадцать лет можно такое написать. Да прекрасно. Волшебная песня, дорогие друзья. Сегодня у нас музыкальный праздник. Я не могу, сколько я не слушаю. У меня постоянно вот всё внутри вот это вот переворачивается. А давай-ка послушаем, Александра, ответ на вопрос. Что с кино у Эльвиры? Что с кино у меня? Ты же в кино всё хотела. Хотела. Я хочу. Я там буду сниматься. Вот молодец. Что пишут. Я там буду. Пока ничего не пишут. Мне кажется, они обо мне не знают. Ты проверяла почту? Не знаю, надо проверить. Они ещё подбирают пока как раз эти проекты, сценарии. Да, отбирают, да. Надо ходить. Надо ходить на пробы. Надо заниматься этим, конечно. Я очень хочу. Ну, я не говорю, что я хочу стать актрисой. Это всё. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Гитарист играет на гитаре, певец петь, актёр актёриц, ведущий вести, оператор снимать. То есть каждый должен заниматься своим делом. Тогда ты чего-то добьёшься в этом. Потому что если распыляться, это всё будет тогда ерунда. Поэтому сейчас вот я прям делаю упор, вот стараюсь не отвлекаться, делаю упор на этот альбом, пишу песни, стараюсь. В конце года он выходит и у тебя появится окошечко. Окошечко появится. И я, может быть, сыграю когда-нибудь в кино. Нет. Но я сыграю. Я очень хочу. Я правда хочу, поэтому может быть... Елена, что это должна быть за роль, скажи? Я не знаю. Только такая, чтобы тебя устроило. Я хочу, чтобы режиссёр меня увидел и вот почувствовал, что мне нужно сыграть. Что это должна быть за девчонка. Ну а что бы ты хотела? Не знаю. Не могу сказать. Не могу сказать, честно. Потому что мне многое близко как творческому человеку. Это была бы всё-таки лирическая какая-то героиня. Да, лирическая героиня или, может быть, какая-то острохарактерная? В такси была драматичная. Острохарактерная тоже клёво. Драматичная тоже хорошо. Гори в аду. А как здесь? Конечно. Дерзкая какая-то история. Да. Драматичная в любом случае. То есть комедийная, не знаю. Комедийная у тебя есть в Инстаграме. А комедийная, да. Я буду просто выкладывать, да. То есть мне всё нравится. Я творческий человек и, как бы это банально не звучало, мне всё нравится, мне всё интересно, как и в музыке. Вот я меломант, как и в кино. Мне всё нравится, мне всё интересно. Тут уже вопрос в идее, как меня увидят, как захотят. А какой фильм ты посмотрела, может быть, за последние несколько месяцев, и он тебе понравился? Просто вот пошла в кино, увидела, была очарована. Если уж мы говорим о кино. Да, ну я просто тоже, я вот перестала практически ходить в кино. Но мне понравился фильм, кстати, «Призрачная красота». Один из последних, которых я видела. Очень хочу сходить на «Ла-Ла Ленд». Там про музыку, ну знаете, да? Да, конечно, я слышу. Ну, разные отзывы я, конечно, слышу об этом фильме. Ты хочешь свой составить, да? Да, хочу свою какую-то рецензию, потому что там 14 номинаций. Это, конечно, звучит как-то ошеломляюще немножко. Ну и там про музыкантов, это мюзикл. Ну, в общем, да, можно что-то для себя отметить. Можно что-то отметить. Или, может быть, понять, что вот так точно не надо делать. Вот, например. Да, да, да. Поэтому я очень хочу посмотреть, и я вот всё хочу вот успеть именно в кино хочу посмотреть. Илья, ты, можно, наверное, так сказать правильно, с 15 лет в шоу-бизнесе, да? Получается, уже 7. Ну, в 15 лет твоя песня, так скажем так, стала известна широкому зрителю. Ну, да. В 15 лет, да, приблизительно? Ну, допустим, да. Хорошо. Плюс в 15. Ну, с 15, ну, да. Скажи, ты чувствуешь, как ты меняешься вот с года в год? Конечно. Изменения происходят даже за последний год? Конечно. Я вообще рада, что я прям с детства, потому что мне 20, а я уже, мне кажется, что как будто мне 30. То есть, мне кажется, что да, то есть, ну, как бы, и у меня окружение, окружение, у меня все взрослые, да. Я всё, я же как губка, я всё-всё впитываю, всю информацию, всё, все мнения, всё анализирую постоянно. У меня в голове, мне кажется, не заканчивается вот этот процесс, он, конечно, бесконечный. Есть какое-то открытие для себя, которое ты сделала? Я боюсь просто, что я в 30 лет скажу, всё, я ухожу. Я всё знаю, да, я устала, меня ничего не интересует, не радует. Ты станешь продюсером тогда. Такого не будет никогда. А может быть. Я просто, я всегда думаю, вот о чём я буду писать там? Вот сейчас вот об этом, допустим, через 10 лет. О чём? Ну, аудитория же тоже взрослеет. Нужно как-то будет как-то меняться. Короче, это бесконечный процесс. Что в тебе изменилось вот за последнее время? Я не знаю. Может быть, в твоём отношении к окружающим? Может быть, в твоём отношении к самой себе или к творчеству, к музыке, к стране. Что угодно может быть. Ну, вот эти вот изменения. Какие они были? Ну, я стала, не знаю, может быть, я стала решительнее как-то. Может быть, настойчивее, увереннее в любом случае. Тем более, когда, например, ты пишешь песню, и она нравится людям, ты становишься увереннее, что ты всё-таки... На своём месте. Всё-таки ты делаешь чуть-чуть правильно. Как бы вроде нормально, да? То есть идём дальше, пишем дальше в таком вот ключе. То есть, потому что постоянно творческий человек... Много раз я произнесла творческий человек. Если это так, конечно, ты должна говорить, что это рабочий человек или какой-то ещё. Мы все тут творческие, все-все-все. В постоянном поиске. В постоянном поиске. В постоянном поиске. Мы не знаем, что мы хотим. Мне то-то нравится. То-то нравится. Поэтому я... Это прям немножко про моду сейчас. И про моду, и про музыку. Вот я в постоянном поиске. Вот сейчас у меня вот такой вот... Хочется вот идти вот по какому-то душевному пути. Вот хочется какой-то сделать душевный альбом. Вот. Вот как раз хотела ещё одну цитату твою сказать. Хочется быть разной, но могу сказать, что я наконец нашла себя. Вот мне кажется, нашла. Нашла? Вот именно в душевности. Мне кажется, всё-таки я хороший человек. Я вот смотрю. Реально, добрый, светлый человек. Зачем мне вот примерять маски вот эти вот негативные, ещё что-то вот это всё. Надо делать вот это вот всё. Вести добро, свет и любовь в мир. Ну да. Как бы добро тоже разное бывает. В любом случае я всё это делаю через позитивные эмоции. Даже если это грусть, она кого-то вдохновляет на что-то. Мне пишут какие-то вот, я говорю, письма там, что я там помирился с кем-то, я там ещё что-то делал, моя жизнь изменилась. Ты стримы устраиваешь по-прежнему? У тебя же были в Перископе, да? Прямые эфиры? Да, вот сейчас. Вот появились сейчас же в Инстаграме прямые эфиры. Я сделала на самом деле всего лишь два прямых эфира, в отличие от многих моих друзей-артистов, которые просто вот меня вот эти вот постоянные обновления... Я думаю, что строчно включай, пока не прекратился. Нет, все включают прямые эфиры, да. Мне это немножечко... Не близко? Раздражает? Ну постоянно, потому что, знаете, если просто слишком много общаться, я говорю, ну это тоже пропадает вот этот вот интерес. Интересно, конечно. Ну сейчас даже, знаешь, как делают прямо в кровати перед сном, вот так вот, один глаз, подушку... Ага, когда скучно совсем, да, да, да. Это жизнь-сериал тогда, Александра, показанная уже через соцсети. Пишите мне, пишите. Ну такое многие делают. Я, конечно, нет, я люблю очень общение, вот это все. Но считаю, что да. Дозировано. Нужно все-таки дозировано, да. Надо накопить информацию. Вы, Париж, к нам ходите, сто процентов будете. Да, сто процентов будете. А если каждый день выходите, я просто не понимаю, о чем все эти люди рассказывают. Честно. Просто молчать в эфире, ну как бы, не очень интересно. Выслушивают, почему? Все больше там же выслушивают. По хвалу, по хвалу, по хвалу. Ну да, да, да. Таким образом тоже, наверное, как-то питаются. Читать комплименты. Да, питаются. Нет, сто процентов, да. Выходить, чтобы подпитываться. Убеждаться тем ли ты путем. Стараюсь, да, тщеславие свое стараюсь в самый конец. Элья, в четыре года ты научилась читать. Да. Я, кстати, рано. Что читаешь сейчас? Ой, я так давно не читаю просто. Ну кроме инстаграма, да. Потому что она в четыре года все прочитала уже. Ну что-то. Книги — это отдельный разговор. Я просто в детстве их обожала. Ну тогда не было интернета. Я обожала библиотеки. Я с детства это все прям люблю. Сейчас опять же вот с приходом вот этого количества информации очень сложно не отвлекаться на это все. Надо сказать, что для того, чтобы пролистать ленту инстаграма, может уйти час, а то и чуть более. Поэтому нужно себя как-то вот бить по рукам. Тяжело сейчас. Я не знаю. Очень тяжело. Или вот заставлять прям вот час в день хотя бы читать. Час. Друзья, это программа «Концерный зал» телерадиоканал «Страна ФМ». У нас в гостях Эльвира Т. И мы сейчас немножко почитаем хотя бы список песен, а вы посмотрите клип, клип Эльвирочки. Так что внимание на экран. После чего, конечно, мы вернемся в студию и обязательно продолжим общение и послушаем еще песни «Живьем». Страна ФМ. Все к лучшему. Эти роли не для нас, не играем мы сейчас. Ядовитая, разбитая, убитая. Все забыто, решено, слезы высохли давно. На пути к новому миру и счастью я. Все чувства снегом замело. Боль впитало то тепло, то, что согревало по ночам. Твои руки по моим плечам. Одиночество съедает меня. В сердце больше нет огня. Вся любовь выпита до дна. И боюсь, что это моя вина. По телу мелкая дрожь. Одним словом меня уничтожь. Потерял над собой контроль. Не узнаешь к сердцу пароль. Это лето двумает меня. Невозможно его променять. Удаляй меня отовсюду. Все равно по ночам снится буду. Эти роли не для нас. Не играем мы сейчас. Ядовитая, разбитая, убитая. Все забыто, решено. Слезы высохли давно. На пути к новому миру и счастью я. Прости за то, что говорю. Но слов любви не повторю. Три непринятых звонка. И они уже не от меня. Ищи себе другую. Я тебя уже давно не ревную. И не помню всех твоих фраз. Огонек в душе моей погас. В этом ум у тени потону. И будто бы жизнь идет ко дну. Вот я в огромном телешоу. Популярном, но таком чужом. Уже новые увлечения. Я сбилась с того течения. На мир по-другому смотрю. И тебя за все благодарю. Эти роли не для нас. Не играем мы сейчас. Ядовитая, разбитая, убитая. Все забыто, решено. Слезы высохли давно. На пути к новому миру и счастью. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Спасибо! И вновь в эфире мы, друзья. Эльвира Т. с Ромой смеются. Мы с Александрой пытаемся вернуть ребят в эфир. Да. Мы только что узнали, друзья. Вы смотрели клип на песню «Все решено». А Эльвира нам в этот момент рассказала, что на съемках ей пришлось лежать 19 часов. И не спать, и не отдыхать, а работать лежа. А там невозможно спать. Я была на такой стрессе, что я не спала все эти дни. Ну, там, в смысле два дня. Вот. И между, и вообще. Ну, это как такой стресс. Это первая моя съемка. Это же первая песня, которая принесла тебе известность. Первая песня. Первая съемка. Я только приехала. Я только... И тебе сразу сказали «ложись». И сразу ложись, понимаешь? И сразу ложись, конечно. Вот, поэтому... Ну, вот, конечно, там много моментов, что, типа, вот, там, такой негатив, там, смерть, вот это все. Ну, я в это не верю. Они же, ну, просто тогда не знали еще режиссеры клипа, что ты напишешь песню «Гори в аду». А поэтому был этот негатив. И поклонники тоже. Друзья, у нас уникальная девушка в гостях, на самом деле. Потому что она, мне кажется, одна единственная вообще артистка не только в нашей стране, а в мире, которая за всю историю своей инсты ни разу себя не худила, не толстилась, не исправляла, не увеличивала себе никакие места. И зубы себе не белю. Не белят. Не в жизни, и в инстаграме. Но чистят. Это разные вещи. Не путайте. Почему, спрашивают другие девочки, которые это делают? Которые себя худят, наращивают, отращивают и... Как же ты отбиваешься от коллектива? Ну, я просто, я делаю просто сто фотографий. Сто фотографий. Выбирай лучше. Но делаю сто. А не, ну да, чтобы как-то... Ну, тоже так же выбираем ракурсы. Так же вот прошу подругу сесть вот немножечко пониже, чтобы ноги казались длиннее, но специально вот сидеть и вот так себе там что-то не хочу. Вот принципиально. Ну, какой-то обман получается. А в чём, собственно говоря, тут обман? Ты же знаешь, что ты тоже так можешь, просто у тебя нет времени сделать, тысячу фотографий нет. Ну, в чём? Ну, обман, конечно, когда девочки вот себе худят, и вот там у них стены плывут вот так вот. А потом в жизни встречаешь человека, понимаешь? И потом не узнаешь. Эльвира, спрашивают ли тебя девочки про твою форму потрясающую? Что есть, что не есть? Потому что они же видят на фотографиях. Ну, я просто худая. Я просто сама по себе худой человек, как бы... Генетически тогда? Генетически, да. И я просто не буду большой женщиной, наверное, никогда. Вот, то есть я ем Макдональдс, я ем все фастфуды, ем в 3 часа ночи. То есть моя самая любимая – это есть ночью, выходить ночью в магазин. Вот прямо в 2 часа ночи я иду в магазин. Я практически слышу, как сейчас кричат «Счастливая!» Вот эти женские голоса у приёмников, у телевизоров. Нет, наверняка чуть попозже будут проблемы, конечно, с этим. Ну, это женские моменты, да, там, попозже. Это всё, конечно. А сейчас, в 22 года, пока вот кайфую. Честно, никаких диет, никаких запретов. Вот это всё здоровый образ жизни. Я это, честно, вообще не очень понимаю, потому что, ну, как бы, можно я буду здоровый образ жизни вести в 50 лет, пожалуйста. Можно, но при этом ты же всё равно уделяешь время спорту. Есть там фотографии. Нет, я не уделяю время спорту. Нет, подожди. Я недавно как раз писала об этом. Хорошо. Я терпеть не могу. Спорт не смотреть, не заниматься, не дружить с такими людьми. А вот периодически там, пусть редко, даже Рома встал и ушёл отсюда. Видимо, Рома тоже разделяет мнение. Рома вроде, которые занимаются спортом, по моей статистике, они все скучные. Зануды страшные. Согласна. Реально, да, Рома? Они реально все зануды. Они только и говорят о том, сколько они там сделали. Что ты съел? Что нужно выпить? Да, что нужно, да. Вот это вот у меня по расписанию. Ну, это всё какой-то бед. А что за история с лентами? У тебя есть тоже в соцсетях фотографии там какие-то. Ну, пусть не первые свежести. Лентами? Ну, да, где тебя там подвешивают. Гимнастические такие есть. А, ну, это я один раз ходила, да. Был всё-таки, друзья. Один раз был. Я просто увидела у подруги вот такие вот, да, вот. Я не знаю, я забыла уже, как это называется. Ну, вот такие вот штучки. И вот там типа как йога, но в воздухе. Эйр-йога что-то она как называется. Ну, типа, да. В воздухе, короче. И мне это очень понравилось. Я думала, может быть, это меня вдохновит. Ну, вдохновила один раз. Один раз. Ну, и всё, как бы два раза я сходила. И потом мне что-то слишком сложно. Слишком тяжело. Чуть-чуть я устаю. Вниз головой. Да, 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 да. И всё. Мне нравится, когда легко. Ну, здесь всё понятно. Ты всё равно тратишь очень много энергии, конечно же, во время выступления своего. Это же всё равно ты поставь в движениях. Эмоциональные затраты. Поэтому, конечно, все твои гамма... Нет, выступление — это кайф, это классно. Съёмки клипов всё-таки тоже не часто. Я не могу сказать, что у меня какая-то господина. Мне одна спортсменка, известная олимпийская чемпионка. Привет ей передаю. Вот. Она мне недавно, ну там, говорит, блин, артисты, у вас такая сложная жизнь. Такие типографики. Я говорю, девочка моя, ты олимпийская чемпионка. Это, ну... Да, вот это баха-то вообще с рождения практически. Это реальная работа. У нас вообще кайф, лайф вообще, я считаю, по сравнению с... Все ещё больше, Саш, в шоу-бизнес ломанулся, не в спорт. Ну у нас... Нет, ну я не то, что... Нет, конечно. У нас именно вот эмоционально. Вот в плане нервов... Тратишься, конечно. Потому что постоянные вот это вот переживания, потому что, окей, с тобой работает команда, но в итоге за всё, так сказать, все негативные, если что, летят в тебя, если кто-то что-то сделал не так. Как мы переживаем, что уже время вышло. Эльвирочка, спасибо тебе огромное. Спасибо, Роме, большое просто. Спасибо. Вы невероятно замечательные. Мы тебя очень любим, искренне говорим, тебе признаёмся, в этом всегда рады. Это взаимно. Пусть самое главное исполнится всё, что ты вот здесь вот прям на сердечке очень хочешь, мечтаешь. Пусть всё будет. Эльвира, это взаимно. Это взаимно. Вам того же, всем того же, всем-всем-всем. Страна. А я еду домой. Город, ночная Москва горит. Повод я не давала, но ты влип. Холод, но голова моя кипит. Трак нарепит, и ты отшит. Снова заводишь меня в тупик. Молод, к отказам ты не привык. Смотришь, кидаешь взгляд над других. Трак нарепит, и ты отшит. Как бы ты ко мне не приставал, но ты не понимаешь. Как бы ты меня к себе не звал, но ты меня не знаешь. Я еду домой. Я еду домой. Я еду домой. Да, да. Я еду домой. Я еду домой. Я еду. Скромно веду себя, но каждый раз Слышу опять набор стандартных фраз. Ты при себе свои оставь. Трак нарепит, и ты отшит. Долго пытался найти слова. Только о том, что я одна нужна. Сколько ты не старайся угодить. Трак нарепит, и ты отшит. Как бы ты ко мне не приставал, но ты не понимаешь. Как бы ты меня к себе не звал, но ты меня не знаешь. Я еду домой. Я еду домой. Да, да. Я еду домой. Я еду домой. Я еду домой. Я еду домой. Я поехала домой, друзья. Эльвира Т. Программа «Концертный зал», телерадиоканал «Страна.ФМ». Спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч. Это было великолепно. Александра Хайрулина. Роман Шахов. Смотрите, пожалуйста, нас каждый четверг в 6 вечера. Пока. Редактор субтитров А.Семкин.